Я не буду больше комментировать это с эпиграф программы, которая звучит теперь всегда по поводу возрастного ограничения. Я просто скажу о том, что сегодня 24 сентября 2012 года, время 11.04, и мы начинаем программу Уронет сегодня. На волне Finam FM 99.6, либо онлайн на finam.fm, если вы слушаете нас за пределами столицы. Ну а даты названы для тех, кто слушает нас в подкасте. Думаю, что многие из наших партнерных пользователей именно так и делают. Если вы пропустили программу в прямом эфире, можете подписаться на подкаст. И тогда каждое слово, сказанное моими сегодняшними собеседниками, сможет быть вами прослушано дважды, трижды и многократно. Кстати говоря, здравствуйте, коллеги. Добрый день. Это голос Алексея Королюка, первый прозвучавший гендиректор компании REG.RU. Еще раз привет, Алексей. Значит, я Александр Альперн, генеральный директор компании Webinar.ru. Саша, здравствуй. Привет. Значит, коллеги, для вас, которые обычно и делают, так и для наших слушателей, скажу главных новостях, которые будут сегодня обсуждаться. Мы поговорим подробно о крупнейшем купонном сервисе мира, который запустил собственную платежную систему. Неожиданно. Поговорим об объединении крупнейших компаний Рунета, предоставляющих услуги проведения веб-конференций, онлайн-трансляций, вебинаров. У нас есть непосредственно участник событий в студии. Также поговорим о том, что в России есть угроза блокировки видеокостинга YouTube. Вот такие вот дела. Об этом много звучало в прессе на прошлой неделе. Мы попробуем подвести некоторый итог сказанному и провести параллели в будущее. Значит, но для начала в экспресс-обсуждении мы пройдемся по новостям, которые не вошли в основное. Финам-ФМ. Рунет сегодня. Итак, не могу не отметить, что Яндекс отметил свое 15-летие. С чем мы, собственно, и поздравляем. 15 лет — довольно большой срок для жизни компании. Ну, это вообще потрясающее событие. Безусловно, поздравляем всех основателей Яндекса и Аркадия Воложа лично. Который стал, кстати говоря, человеком года по версии GQ. Да, это великолепное событие. Мне кажется, награда достойна и нашла своего человека. В общем, Яндекс... Ну, вот в юбилее принято говорить такие светлые вещи. Яндекс — это, конечно, наше все, потому что очень красивая история успеха, красивая позиция поисковой системы, которая занимает лидирующую позицию на рынке поисковом страны, в то время как подавляющее большинство других языковых рынков сдались под напором мирового гегемона Google. Вот, так что, конечно, Яндекс молодцы. Слушай, Максим, но ведь еще же сегодня, мне кажется, двойная победа. Даже трипл, трипл виктори, потому что первая победа просто 15-летие, второй Аркадий Волож — человек года. И третья победа — то, что в iOS 6, в операционной системе Apple, именно Яндекс получил максимум просто бонусов за счет того, что iOS Maps просто на самом деле профукали Россию с точки зрения качества карт и картографической информации, и Яндекс, безусловный, фаворит. Я как пользователь iOS 6 скажу, что Яндекс всегда был моей любимой программой, Яндекс карты продолжает им оставаться. Ну, это, кстати говоря, еще одна из наших новостей, которую мы хотели обсудить в экспресс-режиме, о том, что Apple начал использовать технологии Яндекса, последней версии iOS. Более того, что, наверное, приятно в новом айфоне, который сейчас пойдет по миру. Кстати, ты уже... Ну, надо сказать о том, что Алексей пришел с новым айфоном в студию. Вот это важно. С пятым айфоном мы уже держали его в руках, не только Алексей, мы с Сашей. И этот... Кстати, сами карты-то, они как там? Удобные? Ты пробовал уже их? Я тебе хочу сказать, что карты там никакие. Нет, а Яндекс вот этот самый? Яндекс, как всегда, прекрасно. Яндекс там появился уже? Уже он у меня всегда жил, он продолжает жить и будет жить еще, наверное. Ну, хорошо, а эта новость-то вот по поводу того, что Яндекс там встает по дефолту? Там прелесть в том, что... Для Яндекса прелесть в том, что, во-первых, плохие карты по дефолту, а Google Maps не разрешены, не допущены до сегодняшнего момента времени, и поэтому доля Яндекс-карт будет просто неукоснительно расти. Это первая фишка. То есть Яндекс не по дефолту в iOS 6 и России? Нет, нет. Он в другом выиграл, в том, что, видимо, Apple импортировала часть данных из Google, из Яндекс-карт через API, и теперь в Apple iOS Maps внутри интегрированы данные из Яндекс-карты. Это видно, когда ты смотришь, используешь Apple-карты. Там есть информация из Яндекса, и прям посмотреть на Яндексе. Ну, в общем, главное, мне кажется, здесь то, что началось сотрудничество Apple и Яндекса, которое может в идеале привести к какому-то интересному развитию международной экспансии Яндекса. То, что у него сейчас, наверное, является главным, ну, или одним из главных векторов развития на мир. Потому что Россия более-менее там ясно, нужно просто поддержать позиции. Но это же достойно, на самом деле. Несомненно. Молодцы, еще раз поздравление с днем рождения. Реклама ВКонтакте появится на сторонних сайтах. Саш, слышал об этом? Да, уже слышал об этом. Ну, на мой взгляд, логичное совершенно продолжение рекламы, да, из ВКонтакта на другие сайты, создание такой площадки. Появится дополнительная возможность таргетировать пользователей через информацию, которая есть в ВКонтакте. Поэтому, ну, в теории, есть возможность более эффективно делать рекламу. И, ну, новость, конечно, хорошая. Ну, то есть, фактически, они создают конкуренты для Яндекса Директа и Google AdWords? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, это некая возможность более точно таргетировать эту рекламу. Конечно, да. Конечно, это будет конкурировать. Ну, в принципе, получается, что сейчас вот по пути поисковых систем, которые начали отрабатывать контекстную рекламу только в своих поисковиках, потом вышли за пределы поисковиков в глобальный интернет, идут в социальные сети. ВКонтакте и Фейсбук также начнут своими сетями, своими вот этими вот щупальцами спрута раскидываться повсеместно, да? Да, и на самом деле приятно, что Контакт здесь опередил Фейсбук. Ну, неизвестно, конечно, Фейсбук будет ли это делать в итоге или нет, но вот по некоторым вещам, вот как вот это, например, да, Контакт опережает Фейсбук с точки зрения способов монетизации. Ну, я бы сказал по Рунету, потому что в Фейсбук нечто подобное уже делать, сколько я знаю, за пределами страны нашей. По-моему, да. По-моему, да. Ну, не будем сейчас, я тоже не стану утверждать, по-моему, делает. Значит, давай двигаться дальше. Есть информация о том, что Госдума намерена ввести проект, запрещающий использование анонимизирующего программного обеспечения. Это пока слухи, но многих испугали. Об этом написали известия и обсуждалось в благосфере. Что думаете, Саша? Ну, на самом деле, наверное, больше ко мне, Максим. Знаешь почему? Ну, давай. Потому что черный список, список черных сайтов, да, законно, который... Это то, что у тебя в офисе нависит на стене, наверное. Конечно, да, это отче наш сейчас, на сегодняшний день. Я скажу, что являюсь прямым участником событий, как регистратор доменных имен до руководителя компании регистратора. А этот закон, он плавно вытекает в борьбе за чистоту российского интернета и за очленение мошенников от немошенников. Поэтому хочу сказать, что, безусловно, инициатива, мне кажется, что поступательный характер носит сначала, в принципе, закрыть те ресурсы, которые нарушают законодательство, а затем закрыть возможность доступа к ним, тем лицам, которые хотели бы получать или потреблять эту информацию, или усложнить этот доступ. Конечно же, опять-таки, технически это очень сложно. И вот мне кажется, что сначала пройдет законодательная инициатива, возможно, пройдет, возможно, не пройдет. Сейчас этот закон еще пока что не на рассмотрении в Госдуме. И только после этого задумаются технические люди, технические специалисты о том, а как, собственно, внедрить. Потому что, как вы понимаете, это крайне сложно. А вы, коллеги, поддержите такое внедрение, запрещение такого рода программного обеспечения? Мне кажется, что данная мера не очень эффективна. То есть сначала нужно было бы просто отработать технологию и понять, что оно неэффективно. Или эффективно, если есть подобные технологии защиты. Ну, мой личный опыт, мой экспириенс, то, что это неэффективная мера. И, скорее всего, это просто некое движение власти в сторону неких инициатив. Но оно не имеет под собой... Ну, уж более жесткое движение, Саш. Ну, нужно, во-первых, тоже, мне кажется, действительно понять, как это будет применяться. Потому что принять закон, который не будет исполняться. И не будет никаких возможностей, соответственно, его исполнить. Ну, есть ли в этом смысл, скажем так. Насколько... Но, возможно, эти будут просто запретить программы эти, 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 эти. Есть, они известны, многие популярные программы, деанонимизация. А самое популярное, это просто прокси-сервер, который в любом браузере можно установить. Какая же тут запрета? Окей, ладно, давайте не будем об этом подробно, поскольку все-таки это пока что только разговоры. Значит, Григорий Фингер продает 5,7% Mailer Group. Это один из инвесторов таких вот ядерных, что называется, то есть корневых инвесторов Mailer. Так же, как и Мильнер, похоже, выходит из ведущего российского портала и групп в компании «Вокруг». Что думаете по этому поводу, коллеги? Саша, что тут... Ну, пришло, наверное, пришло время, да. То есть, ну, вполне возможно, все это как раз затевалось, чтобы они в итоге вышли в кэш. Все, это ты имеешь в виду IPO или что? Ну, или вообще Mail.ru в 90-х годах? Нет, я имею в виду IPO, конечно, да. Ну, и, наверное, это тоже и сам, сам, естественно, Mail.ru. Я думаю, что просто они хотят вкладывать, начать вкладывать. У них много проектов, которые анонсировались, которые наверняка требуют инвестиций, соответственно... В общем, господин Фингер, как и господин Мильнер, стали птицами слишком высокого полета для Рунета. Слишком тут мало простора для них. Ну, на самом деле, не факт. Может быть, они как раз хотят продолжать вкладывать в Рунет. Вот, по всей видимости, посчитали, что хорошее сейчас время с точки зрения стоимости акции Mail.ru. И, наверное, решили потихоньку выходить в кэш. Это последняя новость, которую предлагаю совсем коротко откомментировать. В рамках обсуждения, правительство Германии просит граждан временно не пользоваться браузером от Microsoft из-за его уязвимости. Там была найдена некая уязвимость в Unread Explorer версии 7, 8 и 9. И вот правительство Германии официально обратилось с своим гражданам. Вот в то время, когда Госдума Российская планирует как-то закручивать гайки по разным фронтам, немцы беспокоятся о том, чтобы компьютеры граждан не превращались в ботнеты. Ну, вот кажется, что не только в Российской Федерации думают о технологиях, но еще и в Германии. Это приятно. И там глупости тоже говорят, поэтому... Ты считаешь, что это глупость, да? Мне кажется, что ни правительство и никакие другие крупные корпорации, либо влиятельные лица с серьезным масс-медиа влиянием не имеют права говорить вещи, которые могут повлиять на ту или иную компанию или на ту или иную технологию. В данном случае... Но есть ли реальная опасность? Это очень спорный вопрос. Относительно именно данной уязвимости, я знаком с этой новостью глубоко. Таких уязвимостей за историю интернета и историю браузеров было немало. Это одна из тысяч, которые проходили за несколько лет последних, поэтому слишком много, мне кажется, было сделано внимания на это. Хорошо, внести немножко долю диалектики в эту новость. С экспресс-обсуждением мы закончили, а через минуту поговорим о неожиданном походе купонного сервиса в бизнес-платежных систем. 11.17. Доброе утро, друзья. Эта программа «Орнет сегодня» 24 сентября 2012 года. Мы звучим в 99.6 в Москве, либо на финам.фм. Меня зовут Максим Спиридонов, а гость этой студии Алексей Королюк, гендиректор компании рек.ру. Алексей... Александр Альперн, Саша, извини, гендиректор компании вебинар.ру. Коллеги, еще раз доброе утро вам. И вот что хочу вам сказать. Мне кажется, что ниша купонных сайтов, пожалуй, самая яркая открытие и вместе с тем разочарование последних лет глобальной сети. А что вы думаете на этот счет, Алексей? Ты знаешь, Максим, дело в том, что купонные сайты, на 100% ты верно отметил, это открытие в последние два года. Насчет разочарования не знаю. Мне кажется, что не надо ориентироваться на биржи. Биржа — это некая спекулятивная среда, которая ориентируется не на реальные события, в большей степени именно технологические, либо открытия с точки зрения бизнеса, а не на какие-то другие совершенно маркеры ориентируются в большей степени. И за счет этого акции там движутся вверх или вниз. Если говорить о технологии именно продаж и технологии в части бизнеса и бизнеса в сети, то купонные сайты — это, безусловно, позитивный, очень интересный тренд, который еще не до конца себя раскрыл. Видно, как они набирают обороты, если ориентироваться и на российские реплики, если смотреть на американские сервисы. Они движутся вперед, у них еще большой потенциал. Огромное количество еще сервисов они не охватили, количество партнеров они могут множить до бесконечности. Там сумасшедший потенциал. И вот та новость, которую сегодня будем обсуждать, она показывает в том числе и дополнительные возможности монетизации, управления финансовыми потоками, если говорить о Групоне, например, в данном случае. Я бы здесь не согласился немного. На мой взгляд, действительно, идея сама была переоценена, когда Группон выходил на биржу. Даже она уже начала, так сказать, в тот момент, когда они выходили, уже стало понятно, что lifetime value не такой большой, как это ожидалось у клиентов. То есть идея в том, что люди все-таки не пользуются постоянно. Там они покупают купоны, потом несколько раз их использовав, уже забивают и, собственно, уходят с сайтов. То есть, к сожалению, происходит часто таким образом. То есть разочарование, с точки зрения, оно произошло не только у инвесторов, но и у потребителя. Да, да, конечно. То есть, ну, инвесторы думали, что потребители будут этим пользоваться постоянно, а на самом деле, там, вот этот сегмент постоянных пользователей, он не такой большой, как хотелось бы. С другой стороны, конечно, там огромная база, так или иначе, людей, которые, там, когда-либо этим пользовались. Поэтому, вот, диверсификация и вот такие вот сервисы, типа, вот, как Groupon Payments, да, это, конечно, там, дополнительные возможности для монетизации, что, собственно, Groupon и успешно и делает. Ну, давайте послушаем о том, что затеял лидер и перепроходит с купонной нишей Groupon. Рунет сегодня. Корпорация Groupon запустила собственную платежную систему Groupon Payments. Новый сервис позволяет американским компаниям проводить платежи с помощью кредитных карт по более низким ставкам, чем у других провайдеров. Пока услуга доступна только в США. Ну, дам небольшую справку. Groupon – американский сервис, продающий скидки на различные товары или услуги. Ну, вот в России аналог известен, ну, собственно, есть Groupon Russia, есть Big Leon, есть, ну, десятки, без преувеличения подобных, разной степени крупности и направления. Groupon, собственно, был создан в ноябре 2008 года и сразу же породил множество подражаний по всему миру. В 2011 году сервис вышел на биржу. Первичная цена размещения составила 20 долларов за акцию. С ноября того же года началось полномерное падение акций, как мы знаем. Сейчас они торгуются на отметке, внимание, 5.28. То есть в четыре раза от размещения упал Groupon. Саша, зачем Groupon идти в новый для себя бизнес? Ну, я бы не сказал, что это прям совсем новый для них бизнес, да, с одной стороны, они действительно уже взаимодействуют вот с огромным числом бизнесов, как раз малых бизнесов, да, поэтому предложить им дополнительный инструмент. То есть, все мы знаем, есть Square, например, да, который действительно очень удобный сервис. Я вот недавно был в Америке и вот действительно маленькие там всякие торговцы, да, или там какие-то кафешки совсем маленькие. Они реально используют уже, да? Они реально используют, да. В айфон, да, в айфон такой девайс и, соответственно, там проводят. В айфон вставляется считыватель карт маленький, кредитных, и айфон превращается, я хотел бы сказать, в оригинальные шорты, но на самом деле превращается в практически платежный терминал. Да, совершенно верно. И действительно очень удобно, с другой стороны, проникновение еще пока не такое большое, поэтому для Groupon это, с одной стороны, возможность вот те бизнесы, с которыми они взаимодействуют, им сразу поставить, продать, да, грубо говоря, вот эти вот устройства, подписать их на вот эти услуги платежные. А с другой стороны, наверное, они сразу же получают какие-то дополнительные преимущества с точки зрения аналитики данных, когда используются их купоны, да, то есть, может быть, там будут какие-то дальнейшие инструменты, которые как-то там используются. Используют сразу эти платежные системы, и купоны, деньги как-то там зачитываются, перезачитываются, да, поэтому для них это, на мой взгляд, такой логичный инструмент, который они внедрили. Алексей, ты как смотришь на это событие? Я абсолютно точно уверен, что это логичный инструмент, присоединяюсь к Саше. Ну, мне кажется, что надо добавить очень важный поинт, это еще и очень эффективный финансовый инструмент, управление денежным капиталом, который в моменте у Groupon в огромных количествах может собираться на счетах, а вы понимаете, что это прекрасная возможность для использования этих денежных средств, для зарабатывания новых денежных средств, деньги делают деньги. В данном случае Groupon абсолютно прав, он становится в ту точку, где денежный капитал перемещается от потребителя к поставщику и очень выгодно может воспользоваться этим положением. Опять-таки, надо не забывать, что Groupon сейчас концентрируется на малом бизнесе по всей территории США прежде всего, и предприятия малого бизнеса, они нуждаются в таком инструменте, а Groupon их провайдер с точки зрения продаж и с точки зрения технологий. И здесь опять все абсолютно логично. Поэтому в моем спиче предыдущем я говорил, что Groupon еще себя не исчерпал, у него огромное количество возможностей, а то, что его акции падают, это просто переоценка отдельно взятых личностей в момент размещения. Ну, это их право. Но компания по-прежнему интересна. Не означает ли это, что они думают о возможной смене модели корневого бизнеса? Как знаешь, вот Western Union начинали как телеграфная компания, а потом стали заниматься денежными переводами. Да, они абсолютные молодцы, они прекрасно заработали на размещении, как вы понимаете, заработал только Groupon, все остальные потеряли, но Groupon-то заработал. Он получил огромное количество свободных денежных средств для приобретения, покупок и развития, и здесь им 5 баллов однозначно. А сейчас они планомерно, правильно работают в рынке, интернет очень быстро меняется. И если прошло условно сейчас 4 года с момента их образования, то пора модель модернизировать, что, собственно, они делают. Как конкуренты для Paypal, для Square, они достаточно сильные? Саша? Я думаю, да, потому что у них есть уже очень много, да, вот как мы и говорили, уже много этих малых серинг-бизнесов, с которыми они уже работают, и им существенно проще будет подключать их к этой платежной системе, на мой взгляд. Поэтому, да, я думаю, что они там Square, как минимум, составят очень хорошую конкуренцию. Угу. Значит, мы задали вопрос в Твиттере. Напомню, что в Твиттере Максим Спиридонов мы ведем такую трансляцию параллельную. Значит, и задаем вопросы по ходу обсуждения. Там был такой вопрос. Вопрос был следующим образом сформулирован. Сейчас найду его в материалах программы. Так, так, так. Значит, какие факторы смогут заставить вас начать использование ранее вам неизвестной системы электронных платежей? Ответы, примерно, такие. Невозможность использования старой системы для чего-то достаточно нужного. Ну, вот, как примерим на Groupon Payments. Есть ли такая модель существования, такая модель работы? Ну, отчасти, наверное. Ну, Максим, ты не путай, на самом деле. Ведь Groupon Payments — это агрегатор вариантов платежей сейчас. Он позволяет платить, используя некую систему агрегатора, различными методами платежей. Это очень похоже на российские деньги онлайн, например, да, вот такой агрегатор. Вот этим сейчас, вот это сейчас делает Groupon Payments. Ну, плюс они дают девайс, который вставляет свой iPhone. Ну, да, это просто, как бы, один из вариантов, да, но они говорят... Да, пожалуй, они говорят о том, что используйте то, к чему вы привыкли. Просто мы будем вашим проводником к доставке денег поставщику услуги. Поставщик услуги более не нуждается в том, чтобы делать какие-то лишние движения. Все даст Groupon. Ну, продолжу ответ, значит, именно на этот вопрос. Значит, вопрос, так скажем, в контекст, ну, не совсем на 100%, да, но вот в контекст самообсуждения. По поводу электронной системы электронных платежей, которые неизвестны прежде. Вот отвечают дальше, что удобный интерфейс, минимум затрат времени с регистрацией в системе, ну, предсказуемо смена банка и так далее. Вопрос такой, в продолжение нашего разговора. А как вы перспективы вообще развития электронных платежей и средств приема в целом? Мы сейчас наблюдаем, часто в Рунете, что электронные деньги, как таковые, они, хотя в абсолютном значении растут, но в процентном значении они начинают проигрывать банковским картам, которые становятся более распространены и, в общем, они более понятны. Они привязаны к традиционной платежной системе страны, так, глобальной платежной системе. И как вообще будет развиваться эта история? Кто в итоге будет отвечать за платежи в интернете? Банки с своими картами? Там какие-то агрегаторы, типа ты назвал, там, деньги онлайн, или там прокладки типа PayPal, которые обеспечивают такую вот, становятся ничем арбитрами? Ну, типа Groupon Payment, такие вот, имеющие железки определенные и позволяющие принимать платежи. Ну, какое им такое, выдайте соображение о том, что? Ну, ясно, абсолютно понятно, что рынок очень большой, и количество участников в нем с разными моделями, я подчеркиваю, с разными моделями монетизации, с разными моделями сервисов не ограничено. Наша фантазия не может сегодня представить, что будет через год или через два, и подтверждение этому огромное количество появляющихся сервисов. Надо понимать следующее, что люди очень тяжело меняют свое сознание, и нам очень привычно, когда мы что-то имеем в оффлайне, что-то держим в руках. И если вы помните, российские платежные системы, WebMoney, Яндекс.Деньги, те, которые являются сейчас толповыми в индустрии электронных денег в России, они все начинались с чего? С пластиковых карточек, вот этих вот дебетовых для зачисления куда-то, да? Просто мы привыкли к этому. Эта модель стала для нас доступной, понятной. Мы выросли с карточек, теперь мы перешли там в другую совсем стадию, когда мы используем терминалы, когда мы используем пластик, связанный с нашим банкингом. Но в любом случае, если отвечать на твой вопрос, моделей монетизации очень много, участников может быть большое количество, то важно другое, что в оффлайне их не будет очень много. Потому что опыт показывает, что невероятно тяжело держать бренд нужного уровня, его поддерживать с точки зрения лойальности потребителей, для того, чтобы они доверяли ему деньги вживую. И мы доверяем деньги банковской системе. И к этому идут все государства. Они пытаются вот эти вот системы электронных платежей, которые многие сравнивают с финансовыми пирамидами, они пытаются их узаконить и в рамках закона сдерживать. Поэтому все приходит к банковской системе. И в оффлайне мы будем взаимодействовать и отдавать деньги банкам. Так или иначе. А то, что будет снаружи в онлайне, это некие такие интерфейсы и многообразия. Это просто сервис. Вот они деньги как были выпущены банком Российской Федерации или каким-то другим банком-эмитентом другой страны, так они и будут оставаться. Просто в интернете это будут... Хорошо, нужно двигаться дальше. После небольшой паузы поговорим о том, что происходит на рынке сервисов для онлайн-конференций в Рунете. Мы продолжаем. Рунет сегодня, 24 сентября 2017 года, 99,6 в Москве. Онлайн на финанс.фм. Это все места, где можно нас услышать, точки в пространстве или, так сказать, некой виртуальной среде. Значит, напомню, что гости этой студии Александр Альперн, генеральный директор компании «Вебинар.ру», Алексей Королюк, гендиректор компании «Регру». Так получилось, коллеги, что последние недели, как эксперты-предприниматели, я немало времени уделяю так называемому тяжелому контенту. Онлайн-кинотеатрам, видеохостингам. Немало работаю с сервисами видеоконференций. Это просто так получается по линии образовательного проекта, который у меня есть. Сложилось впечатление, что, несмотря на распространенность и популярность у пользователей названных сегментов не только в Рунете, но и во всей сети, интернет пока, они не до конца нашли себя как эффективный бизнес. По крайней мере, точно касается онлайн-кинотеатров, касается видеохостингов. Саш, я знаю, что ты можешь развернуть это, прокомментировать, но сначала хотел бы спросить мнение Алексея. Вот ты как смотришь на это? Я смотрю очень позитивно на новации, которые появляются в последнее время в тяжелом контенте и в методах его монетизации, в попытках сделать контент или сервис бесплатным для пользователя. Я считаю, что это все сумасшедший дает эффект для прогресса. Безусловно, это затраты для инвесторов, безусловно, это поиск. Но такой пользовательский экспириенс, который мы сейчас получаем на фоне реновации технологий, он абсолютно бесценен. Мы имеем возможность смотреть, извини, пожалуйста, смотреть, пользоваться, связываться с друг другом, и все это почти бесплатно или бесплатно везде. Такова модель. Благодаря этим добрым людям? Благодаря тем людям, которые проводят поиск и методов монетизации, и поиск лучших технологических решений. Деньги там когда будут? Я думаю, что для тех людей, которые туда инвестируют, суть важна в другом. Важна не в том, чтобы сейчас заработать, а в том, чтобы быть новаторами и первыми через какое-то время. Сейчас не важно потерять 10-20 миллионов долларов, которые там инвестируются в какие-то сервисы среднего звена или 120-200 миллионов долларов высшего звена, если говорить о кинотеатрах, например. Важно другое. Важно быть лидером через какое-то время. Иметь технологический отрыв. Не позволить другим занять эту нишу, не позволить другим что-то сделать. Святые люди. Сейчас новость о консолидации игроков, обсуждаемые нами сферы. Крупнейшие сервисы для организации видеоконференции, вебинар Ру и Комде объявили о слиянии. В совместном пресс-релизе кампании заявлено, что целью объединения является укрепление рыночных позиций в России и расширение географии присутствия. Под контролем новой корпорации окажутся более 60% рынка услуг, веб-конференции в России и СНГ. У нас в студии, как вы догадались, непосредственно участник событий и гендиректор новообъединенной компании Александр Альперн. Саша, что главное нужно понимать пользователю, конечному пользователю, в связи с тем, что вы слились? Ну, нужно понимать, что, наверное, для него настанут лучшие времена, потому что мы теперь уже не будем конкурировать. А вот это спорно, кстати говоря. Конкуренция порой рождает лучшие условия для пользователя. С одной стороны, да. С другой стороны, мы, смотрите, вот мы, например, чтобы поучаствовать в мероприятии, да, там, тратим определенную сумму, да, чтобы сделать маркетинг, я имею в виду, да, там, чтобы дать ту же рекламу, да. И раньше как проходило? Мы тратили, комди тратили, соответственно, это все затраты, там, они практически умножались на два. Дальше у нас, у каждого есть, там, своя инфраструктура, свои, там, технические специалисты, да. Теперь мы это все сможем объединить и сделать это все, там, в два раза лучше, при том, что тратить на маркетинг мы будем существенно меньше. Это означает, что вы удешевите услуги? Это означает, что мы предоставим лучшие продукты, лучший, лучший сервис. По поводу удешевления, наверное, нет, все же, да, скажу сразу. Вот, но совершенно точно мы вот уже скоро совсем представим новый продукт, действительно прорывной продукт. И вот я думаю, что вот это будет для клиентов основным, основным бонусом. Я попробую дать немного историческую справку, поправь меня, поскольку ты знаешь лучше. Значит, вы появились в 2008 году в Webinar.ru непосредственно. И вы фактически лицензировали внешнее программное обеспечение зарубежное под своей торговой маркой, верно? Ну, грубо говоря, да. То есть мы использовали, там, взяли за основу сторонний софт, его там допиливали под местные реальности, но да, в целом ты прав. Комниш запустился в 2009 году, через год после вас примерно. И он делал полностью свое ПО. И до сей поры, в общем, под ним работал. Конкурируя с вами непосредственно лоб в лоб. Сейчас вы сливаетесь и, вероятно, выходите, вот ты говоришь, будет прорывной продукт, вы выходите на новой платформе совместной, которую, собственно, сейчас Комди дарабатывает. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. То есть, ну, там уже сделана, скажем так, значительная часть. Уже скоро этот продукт будет в открытом тестировании. И мы рассчитываем, что в начале года он уже будет в коммерческой эксплуатации, в продакшене. Насколько затребовано сегодня реальным, таким конечным потребителям, тем, которые ходят в социальные сети, пользуются почтой, ну и там вот и все, пожалуй? Услуги, подобные вашим? Или это все-таки специальные услуги для бизнеса, для обучающих компаний и так далее? Ну, конечно, это инструмент для бизнесов в первую очередь. То есть, это B2B-продукт, который продается 100% по B2B-шной модели. С точки зрения, если мы говорим вот о просто там среднем пользователе, да, там, социальных сетей там или еще чего-то, да, который, в принципе, не совсем связан с бизнесом, он скорее здесь выступает как потребитель. И как участник этих мероприятий, которые для них проводятся, например, там, обучающий те же вебинары или, там, например, он проходит интервью, когда устраивается на работу, да, но в основном все-таки это инструмент, конечно, для бизнесов. Каких планируете достигнуть оборотов в осязаемые сроки? Ну, то есть, то, что вы закладываете в бизнес-планирование? Ну, смотрите, значит, мы там совершенно точно там с большим отрывом сейчас лидер в России и СНГ. Вы имеете в виду уже объединенную компанию? Объединенная компания, да. То есть, каждая из компаний была примерно там равная, чуть больше, может быть, 30% до сделки, значит, у нас у каждого было. Соответственно, сейчас там больше 60% будет. Рынок довольно быстро растет, если он там сейчас небольшой, мы там сейчас посчитали и сопоставили данные там с тем же РАЭКом, да, у нас там оказались примерно одинаковые цифры, где-то там 10-12 миллионов долларов в год, но растет это больше, чем на 100%. То есть, вот последние два года мы там росли где-то в два с половиной раза в год. Ну, мы думаем, что мы еще не достигли в этом смысле пика, то есть, это будет там следующий или, может быть, через год пик роста к 2015 году порядка 100 миллионов долларов, может быть, рынок в России и СНГ будет. Я вот, да, вот смотря на цифры, которые у меня есть в подборке, я вижу практически такие же, как ты назвал, это Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций, действительно, дала их. Значит, объем рынковой веб-конференции на сегодня за 2012 год порядка 9-11 миллионов, по их мнению, долларов, а к 2015 году порядка 100 миллионов долларов составит этот рынок. Вы планируете держать, ну, половину и больше, я понимаю, да? Да, как минимум. Ну, и плюс, плюс, на самом деле, мы планируем еще выходить на зарубежные рынки, вот тот продукт, который скоро появится, он действительно, там, продукт, достойный мирового рынка, совершенно точно. Как собираетесь биться с игроками? Есть очень сильный продукт WebEx от Cisco, ты его знаешь гораздо лучше меня. Есть и много других. Вопрос в том, о чем ты имеешь в виду, ты говоришь про локальный рынок или ты говоришь про глобальный рынок? Я говорю про локальный для начала, но глобальный уж тем более, потому что, как ты знаешь, WebEx, он русифицировался недавно, и значит, он уже прямо с вами конкурирует. Ну, мы, на самом деле, там, наблюдаем уже второй раз, там, пришествие WebEx сюда, в Россию. Первое было, там, в 2009 году. Вот, то есть, пока они, наверное, все-таки не нашли еще, да, там, для себя модель, которая им позволила бы успешно работать в России. Ну, во-первых, есть специфика, во-вторых, нужно все-таки действительно, там, делать серьезный customer service здесь. Вот, пока этого нет, посмотрим, что будет. Мне, там, сложно комментировать, что будет дальше, потому что мы этого не знаем. Но, вот, на данный момент, если вот сравнивать, там, с 2009 годом, когда это действительно тоже было объявлено очень активно, да, вот, за то время мы серьезной конкуренции не увидели. Совершенно противоположная ситуация на мировом рынке, то есть, там, действительно, там, два продукта, да, там, Ациско и Ацитрикс, они, там, с большим отрывом держат лидерство. С другой стороны, эти продукты, они, при том, что они действительно очень хорошие и, там, очень много в них вложено, там, труда и ресурсов, они требуют установки софта на компьютер. То есть, технологии, в которых... WebEx, по-моему, не требуют? Требуют, требуют. Это, это, условно, экзешник, который устанавливается, там, Java-инстойлером. Если ты устанавливаешь это на личный компьютер, ты не всегда этого замечаешь. Если ты находишься в корпоративной сети, как минимум, тебе нужно вводить, там, пароль администраторский, а то и вообще, там, чего-то разблокировать, там, на уровне firewall. Вот, то есть, эти продукты, которые начали создаваться еще в, там, в начале двухтысячных годов и, соответственно, используем тех технологий, которые... То есть, они носят некий налет ортодоксальности уже. Да, есть, есть такое. Я соглашусь, я специально перед программой посмотрел на WebEx внимательнее, там есть такой, там, Комди выглядит поинновационнее, например. Да, есть такое. А более того, вот, тот продукт, который выйдет, это будет HTML5-продукт, который, ну, прям, совсем отвечает, так сказать, последним... HTML5-продукт – это одно из словосуществаний, при звучании которого у инвесторов сейчас замирает сердце, по-моему. Почему-то мне так кажется. Я замечал-то. Извините, я просто, потому что у нас мало времени осталось, хочу дать слово небольшому Алексею. Алексей, вот, что бы ты спросил, как, там, коллега, как, может быть, даже потенциальный, там, интересующийся, не дай бог, там, инвестор компании, обращаясь к гендиректору компании, занимающийся веб-конференциями? Почему, не дай бог, Максим? Ну, я имею в виду, что это не предполагалось, но вот мы такую ситуацию гипотически представим. Ты знаешь, у меня два вопроса, если позволите. Совсем коротко, у нас минута. Вопрос номер один. Как ты думаешь, не будет ли пытаться государство регулировать отрасль, связанную с видеоконференциями и peer-to-peer connection? Это первый вопрос. Второй вопрос, все-таки, кто победил вебинар или комбина по чесноку? Значит, смотри, первый вопрос, ну, с одной стороны, с другой, оно уже пытается это регулировать, да, то есть, там, есть специальные все, там, положения по видеоконференциям и так далее. Ну, у нас есть узел связи, да, то есть, мы, там, как телеком-компания, там, как хостинг-компания, да, там, ты это прекрасно знаешь, там, мы тоже вынуждены, соответственно, все эти вещи иметь, да. Я надеюсь, что это не будет прям так совсем жестко, что нужно будет какую-то специальную, там, получать лицензию на это, да. То есть, в общем-то, мы сейчас находимся, там, в стандартном правовом поле телекома, да, грубо говоря. Вот, по поводу того, кто победил, ну, действительно, сейчас нет ответа, да, потому что, ну, каждый привнес свое, да, сделка прошла на равных условиях, да, там, в равных долях, 50 на 50, вот, поэтому... Победила дружба. Победила дружба, да. Пионерский ответ. После выпуска новостей поговорим о возможной опасности отключения YouTube в России. Между тем, продолжаем рынок сегодня, 24 сентября 2012 года, на частоте 99,6, либо онлайн на финам.фм. Меня зовут Максим Спиридонов, и гости студии не изменились. Александр Альперн, гендиректор компании Вебинар.ру, и Алексей Королюк, гендиректор компании Регру. Кстати говоря, в твиттере Максим Спиридонов, в моем личном твиттере, который мы используем для работы по программе, во время эфира мы задали вопрос, который не успел озвучить в предыдущем блоке. Ну, уходя, так называется, так сказать, из темы видеоконференции, все-таки озвучиваю, какими сервисами для организации видеоконференции или вебинаров вы когда-либо пользовались, спросили мы пользователей, и ответы были такие разнообразные. Значит, ОВУ для видеоконференции есть такой, да? Есть такой сервис, да, это скорее как Skype, только чуть более продвинутый. Тут ответ в таком же духе, а что есть что-нибудь кроме Skype, человек не в курсе. Значит, привлекательный интернет, а нет, это отвечающий на другой вопрос. Далее, для организации видеотрансляции онлайн, бамбузерком, знаю такой, но это видеотрансляция, это не видеоконференция. Ну, там еще вариант ответа типа Google+, народ хвалит. Пробовал на 8 человек, отвечает. Хороший мой знакомый, Слава Баранский, в твиттере. В общем, пока надо сказать, что видеоконференции действительно остаются таким довольно узким сегментом, ну и вот по оборотам видно, что там 9-11 миллионов долларов относительно невеликий годовой оборот всего рынка. Однако прогресс идет вперед, как мы надеемся и верим, и рынок действительно будет развиваться. Таким образом, помогая бизнесу и помогая бизнесу Александра и объединенной компанией вебинаркомде. Ну да, собственно, эти ответы показывают то, что еще значительная часть про нас еще не знают. И вот как раз здесь у нас и поле для развития. Окей. Значит, в последние несколько месяцев, в связи с принятием ряда неоднозначных законов, потенциально ограничивающих онлайн-свободу интернет-общественностью, интернет-общественность волновал вопрос, не пойдет ли Россия по китайскому сценарию, где интернет находится под жестокой регулировкой правительства страны. Вот ваши ощущения какие? Пойдет, не пойдет, Алексей? Ты знаешь, с точки зрения экономических факторов и факторов стабильности во всех отношениях, по моему мнению, китайская модель неплохая. Это дешево, очень рабочий вариант, сердито, конечно же, но работает. Потому что гораздо проще в масштабах такой большой страны, как Китай или Россия или там даже США, использовать подобные технологические решения для фильтрации трафика и других, так скажем, технологических новаций. Мне кажется, что надо четко понимать, что то, что попадает в интернет, оно не может быть оттуда никаким образом убрано. Не существует никаких технологий, которые бы позволили перекрыть все возможные доступы к информации. Но в то же время нужно понимать, что подобные спланированные пиар-компании, как ту, которую мы сейчас обсуждаем в связи с этим фильмом, мне кажется, это просто пиар и очень точно подобраны во времени, очень точно подобраны события. Ни одно уважающее себя государство, а я считаю, что Российская Федерация одной из сильнейших государств в мире и одной из самых уважаемых, не должно позволять внутри своего общества. Это просто позиция государства, это мое личное мнение, я вот так вот придерживаюсь. Не должно позволять влиять на стабильность внутри своего государства, на стабильность отношений граждан внутри, разжигать какую-то рознь, неприязнь. Мы не имеем отношения ни к этому фильму, ни к событиям, которые там происходят в этом фильме. Мы к этому не имеем отношения. Верно, может и не обращать на это внимание, быть толерантными. Абсолютно верно, так и есть. Каждый человек решает, у него фильтр между ушей, как говорил Гугл, да, в свое время отвечая на законы педофилии, что у ребенка фильтр между ушей. И это очень правильная позиция с точки зрения международной корпорации, но, на мой взгляд, с точки зрения государства эта позиция неприемлема. Государство должно выступать жестче. Оно должно выступать жестче, последовательнее, однозначно, технологически грамотно и действовать в интересах граждан. Давайте послушаем эту новость, которая волновала многих интернет-деятелей. Рунет сегодня. Видеохостинг YouTube может быть заблокирован в ноябре этого года из-за размещенного на нем ролика «Невинность мусульман», в котором высмеивается пророк Мухаммед. О возможном применении данной меры заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в своем микроблоге в Твиттере. Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием признать данное видео экстремистским. Роскомнадзор выступил с официальным заявлением. Он рекомендовал операторам связи и представителям журналистского сообщества не способствовать распространению фильма. В ряде регионов России некоторые провайдеры уже заблокировали доступ к видеохостингу, ссылаясь на обращение прокуратуры. Немножко добавлю, что «Невинность мусульман» — это прежде всего трейлер 13-минутный. То есть сам фильм больше, он тоже сейчас появился в YouTube под этот скандал. Но вообще речь шла в принципе об этом видеоролике «13 минут», который достаточно вольный и, возможно, оскорбительный для многих верующих мусульман в форме. Рассказывает о жизни пророка Мухаммеда. Значит, ролик под видом трейлера был загружен в июле еще на YouTube, однако приобрел мировую известность только в сентябре, когда о нем рассказала египетская телекомпания «Альнас». Ролик вызвал волну протестов в мусульмальских странах, в ходе которых были сожжены несколько дипломатических представителей западных стран, а в Ливии был даже убит посол США Кристофер Стивенс и еще трое сотрудников дипмиссии. Алексей, ты что скажешь? Пардон, Александр, смотрю на Сашу и говорю, Алексей, ты что скажешь по этому поводу? Позиция Алексея понятна, нужно блокировать. Ну, у меня две позиции. С одной стороны, по китайскому интернету. Надеюсь, все-таки мы не придем к этой модели, поскольку, как я себе представляю, все-таки не будучи юристом, но тем не менее представляю, что там, по сути, есть презумпция виновности. У нас все-таки сохраняется презумпция невиновности в тех законах, насколько я себе все равно это представляю. То есть идея в том, что, насколько я понимаю, всегда был вот этот закон, который запрещает использование нелегального контента. И всегда внутри России могли эти сайты заблокировать. То есть речь идет в новой редакции вот этого закона о зарубежных сайтах и об инструменте их блокировки, не более. То есть только об инструменте. С другой стороны, если действительно судом признается, что этот контент является экстремистским, и если этот сайт его не убирает, то, наверное, имеет смысл это блокировать. То есть здесь скорее нужно говорить о том, что почему судом этот контент был признан экстремистским, и скорее уповать на это. Они на способы того, как мы это закрываем. Ну, здесь многих настораживает следующее. Как мне кажется, пытаясь резюмировать вот этот вот весь шум, который поднят вокруг, настораживает следующее. То, что, в общем-то, ролик этот «Невинность мусульман» действительно невинный, он глупый. Он глупый, и в этой глупости на нее обижаться, ну, несерьезно, достаточно. Поднимать такой сыр-бор и закрывается и с этим ведущий доступ к ведущему хостингу, видеохостингу мира, страны, ведущей по аудитории, по интернет-аудитории страны Европы, страны России, ну, как-то странно. И, более того, многие находят симптомы вот в этом преждевременном удавлении министра связи о том, что может вот так это еще случиться, симптомы большой чистки, большой разборки, который начнется в ноябре, когда войдет в силу закона о черных списках. Алексей, что скажешь? Я скажу, что, на мой взгляд, повторюсь, действия представителей государства должны быть последовательны и, безусловно, на основании закона. Я, честно скажу, считаю, что это относится и к международным корпорациям, в данном случае корпорации Google, которая тоже должна быть последовательна в своих действиях. Ну, извините, пожалуйста, я вот тебя непосредственности сейчас поймаю, потому что ты говорил о том, что Microsoft, который плющит в районе Германии, он пострадавшая страна, ну, когда те говорят, что вот есть недоступности, есть уязвимости в интернет-эсплоре, а тут Россия плющит Google, получается, с их YouTube. Нет, я бы не хотел говорить конкретно об этом случае, я говорю об общей последовательности, да, то есть вот у нас есть закон, который предусматривает определенный регламент по выключению какого-то ресурса из общего российского рунета, да, чтобы он был не виден. Это решение суда. Поэтому любые действия представителей государства должны быть последовательны. Сначала решение суда, затем принятие каких-то действий. Многие прокуратуры в местах заблокировали доступ из ряда российских городов уже без решения суда. Да, вот это и есть непосредственность. Но, на мой взгляд, если говорить о моей позиции, то мы должны быстрее реагировать на текущую ситуацию в интернете, в принципе, на развитие технологий, и законы быстрее модернизировать. Вот там сейчас выходит этот закон, вступать в действие с 1 ноября, закон о черных списках интернета, он уже каким-то образом приближает нас к тому, чтобы хотя бы как-то регулировать ту информацию, которая поступает в уши наших детей, тех слоев общества, которые наиболее подвластны изменению мнения. Если говорить относительно моей последовательности, то она, на мой взгляд, абсолютно четкая в этом плане. Я бы хотел сказать следующее, что корпорация Google, которая варьирует правила предоставления доступа к определенным своим сервисам от страны к стране, она не последовательна. То есть, я считаю, что недопустимо сервису лукавить. Вот, мне кажется, это наиболее правильная точка зрения. Если ты закрыл в какой-то стране этот ролик, значит, ты должен закрыть это по всему миру. Если ты нигде не закрыл, это твоя позиция. Ну, сейчас вот в данный момент закрыт YouTube ролик в Индии, Египте, Ливии, Малайзии, по нашим данным. И доступ странами к YouTube заблокирован из Афганистана, Пакистана, Багландеша, Судана и Киргизии. Вот в России сейчас вопрос решается. Сам видеохостинг YouTube отказывается удалить ролик «Невинность мусульман», не находя в нем экстремистского снижения. Таково положение вещей. То есть, патовая ситуация получается. Люди уже гибнут, волнения в мусульманских странах уже идут. В России вот такой сыр-бор, который тоже нам неприятен и, возможно, является симптомом каких-то таких вот закручивания гайк очередных, то, что принято сейчас называть в нашей стране. YouTube стоит прочно, не сдвигаясь. Но это, опять-таки, не в укор. Я просто так вот накидываю те обстоятельства, которые есть и сам, не имея, если честно, какого-то четкого позиции по этому поводу, понимаю, что ситуация все-таки требующая задуматься. Максим, понимаешь, мы впервые или в первые разы сталкиваемся с подобными явлениями. Вообще интернет настолько быстро меняет мир, меняет отношение ко всему, что находится в оффлайне, что, безусловно, очень тяжело иметь рефлексы на новые события. Вот сейчас общество в Российской Федерации, всемирные организации и корпорации нарабатывают рефлексы. К сожалению, кровью. Напоследок несколько ответов из Твиттера. Мы спросили, какими способами эффективнее всего бороться с противоправным контентом в сети. Спросили, как обычно, в моем Твиттере. Максим Спиридонов. Ответы были такие. Воздействовать на владельцев ресурсов, чтобы убирали оперативно меры наказания за нерасторопные штрафы. Далее, делать качественные и удобные сервисы с легальным контентом. Тоже решение. Обязывать модерировать владельцев ресурса, либо привлекать волонтерские группы из числа пользователей ресурсов. Не говоря, что это делается в ряде сервисов. Вот такие вот ответы. Коллеги, пора заканчивать. Спасибо огромное за ваше внимание и данные комментарии. Напомню, что в студии программы «Рунат сегодня» в этом выпуске были Алексей Королюк, гендиректор компании «Регру» и Александр Альперн, гендиректор компании «Вебинар.ру», ныне объединенной компанией «Вебинар.комди». Спасибо еще раз. Слушайте нас каждый понедельник и до следующей программы.